Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3431». В церковной печати постоянно говорят о необходимости быть патриотом Родины, то есть защищать Родину с оружием для уничтожения людей. И приводят место описания. Иван Гретьяна 15-13. «Нет больше то любви, если кто положит душу свою за друзей своих». «Так как же тогда правильно понимать это место из Евангелия?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Величину любви никаким прибором не определишь в ее восхождении, а вот вершину новозаветной любви Христос обозначил. Положит душу свою. Положит и отнимет это взаимоисключающее понятие. Тут ведь и толковать ничего не нужно. Нигде нет даже миллиардной доли того толкования, какое этому стиху Евангелия дают с попы. «Иди убивай, чтобы спасти кого-то». И любую захватническую войну оправдывают этими словами. Если же думать через убийство хотя бы одного человека спасти миллион человеков, то пусть найдут одно единственное место Писания, которое подтвердило бы истинность их толкования. Есть как раз противоположное этому указание. Христа для тех, кто защиту Родины понимал по-ветхозаветному, по-еврейски или по-мусульмански. Луки 9 глава 54 по 56 стих. «Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Предположим, что нам сотворили зло, и даже много зла всякое бывает в мире. И не надо разбивать врагов на три категории. По филаретовскому лукавству. Враги лично мои, враги Божии, самые, вроде бы, опасные враги государственные. У нас есть три врага. Мы сами для себя сатана и прелюбодейный мир. Ко всем же врагам отношение только согласно вот этой инструкции. 1 Петра 3.9 «Не воздавайте злом за зло и ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, чтобы получить благословение от Бога, а не от милитаризованных безбожников в рясах». Римлянам 12.17 «Никому не воздавайте злом за зло, но пеките себя добро перед всеми человеками, 1 Фессалуикицам 5.15 «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Поверьте, сударь старику, мне 80 лет. Плохие нынче времена, плохие хуже нет. Народ примерно облашал и груб, и вороват. Не то, что в прежние года, лет 50 назад. Не то, совсем перевел сослуг древних честный род. Свобода, что ли, не пойму, испортила народ. Иной-то барин в те года, куда крутенок был. Зато и ласку там слуга господскую ценил. К примеру, вот помещик наш, крестьянин, не обижал. Так за него лакей Степан и жизнь свою отдал. Я ей не лгу, и если вам угодно приказать, про этот случай я для вас осмелюсь рассказать. «Еще у дедушки господ Степан дворецким был. И коммердинером потом при барине служил. Любил наш барин старика, любил и уважал. И завсегда его с собой, куда бы ни ехал, брал. Однажды барин собрался с ребенком и женой соседа друга навестить, а было то зимой. Под вечер тронулись они, закутавшись в воске. Сидели с дочкой господа и пан на облочке. На облочке. Путь недалекий предстоял, всего верст 45. Вот станция, пора коням маленько отдыхать. Напились чаю господа. Степан, эй, запрягать! Не лучше ли, сударь, нам уже здесь до света обождать? Метель поднялась и темно, а пуще говорят. Везде здесь полки по пути проклятые шалят. Вот вздор какой, луна взойдет. Ступай, Степан, ступай! А волки, да у нас для них ружье. Сейчас же запрягай! Смеются господа средь слуг. Степан труслив, мол, настал. И старика опять зовут, чтоб вещи он собрал. Ей-богу, сударь, лучше б нам погоду переждать. Тут парень вспыхнул. Вот болван, как смеешь рассуждать! Раздумья бариню взяло. Мой друг, а если впрямь волков тут много нанесло, не ночевать ли нам? Не слушай старого хряща, чего нам здесь сидеть? За нашей тройкою, поверь, волкам и не поспеть. Смотри, выходят уж луна, стихает и буран. Досадно право, что тебя так напугал Степан. Тихая тройка, не исклячь, Старик послушался господ. Усели все, и тройка вскачь, Помчалась вперед. Стих ветер, звездочки горят, Мороз так и трещит. Степан как будто задремал, Но слышит все, не спит. Не спит и бариня в воске, О волках слышен разговор. Вот только б вовремя поспеть, Есть страшен темный бор. Ах, папа, мы въезжаем в лес, Волков как будто вой. Все тихо, говорит отец, Не бойся, бог с тобой. А мать хватается за грудь, Заныло сердце в ней. Молчит она, хоть слышит вой, Голодный вой зверей. Нет, папа, воют, страшно мне, Не плачь, дитя мое. Вдруг с козлов закричал Степан, Пожалуйте ружье. Волков тьма тьмущая, Того маленько их пугнем. Не трать, зарядов два всего, Ну что ж, давай мы уйдем. А волки тут, как тут кругом, Все воют да бегут. И видит бариня в окно, За хвост коней берут. Хлоп, выстрел, волк один упал, А кони как рванут. Отстали волки и гурьбой Подстрелянного жрут. От сердца отлило у всех, Все молятся тепло. Вдруг слышат снова волчьевой, Опять их принесло. Отведав крови, стали злей, Глаза огнем горят. За хвост, за ноги стяжных, Схватить все норовят. Хлоп, выстрел, падает второй, Дерутся, жрут опять. Несутся лошади стрелой, Не надо погонять. Наш барин все кричит, Пошел, дитя как лист дрожит. А бариня, обнявши дочь, Почти без чувств лежит. И снова волки у васка, И все страшнее их вой. На лошадей, на экипаж, Все прут они толпой. И мыслит кучер, вделав ник, Моляся, порешил. Схватил топор и в тот же миг По стромке обрубил. Возжил, отбросил, ждать не стал, На пристяжном, как крест. Заржал, протяжно поскакал, И скрылся в темный лес. И волка бешено визжа, За ним во следу бегут. Догнали, стаи окружив, Стучат, зубами рвут. Возок несется во весь дух, До станции в верст пять. Но нет спасения от волков, Начнут коня хватать. Другую лошадь отдают, Сожрали и ее. Храпя несется коренник, А волке все свое. Того гляди, и сдохнет конь, Сперва его сожрут. А там Степана с семщиком Карету прогрызут. Ломает руки барин наш, Застыла в нем вся кровь. Зачем, зачем не слушал я Степана Добрых слов? Впился глазами, Глазами вдаль Степан, Блеснул там огонек. Едва уж дышит коренной искусон, Сбил соснок. И кучер выбился из сил, Что мочью он хлистал. Пока бока несчастного коня, Да и хлистать устал. Нагнувшись козел, Поглядел Степан, Возок с тоской. Изжалось сердце, Он решил пожертвовать собой. Знать сам Господь так повелел, Крестяй сказал он слух. Снял шапку, На небо взглянул, Да прямо скозил бух. Носили волки на его, В воске поднялся плач. Емщик весь обмер, Коренной, Храпит, несется вскачь. В крови и в пене, Чуть дыша, Все силы напрягал. Вот и деревня, Бедный конь, У первых хаты пал. Крестьяне бароню с детем, На станцию внесли, И только через счастье Двоих в чувства привели. А барин бедный, Да сарит томился, да стонал. А чуть на небе расфило, Он к лесу поскакал. Нашел останки старика, Клочки одежды, кровь. И, как подкошенный на снег, Рыдая, пал без слов. Потом припав, Костян твердил, Степан, родной мой друг, Прости, тебя я погубил, Таких нет больше слуг. Поднявшись, падал вновь в слезах И все себя винил. Слевую косточки собрал И тут же схоронил. Могилку свежей весной Все обложил дерном, И надпись этак Учинил он на кресте святом. Здесь погребен Степан Петров, Он другом верным сбыл, И душу за своих господ Бесстрашно положил. Осмелись, сударь, доложить, Ведь вот он раб лакей, А смерть бесстрашно Он принял от лютых, От зверей. Не устрашился мук, Соблюл Христа закон святой. Дай Господи его душе Блаженство и покой. Кормчий. 37896 год.